Всем хеллоу, кто готовится к ЕГЭ по английскому языку, и всем, кто готовит к ЕГЭ по английскому языку и коллегам-преподавателям, сегодня речь идёт о работе Zoom. Знаю, что сейчас для многих преподавателей непростое время, и многим необходима помощь тем, чтобы осваивать онлайн-технологии, поэтому мне хочется быть в помощь вам, и сегодня мне хотелось бы рассказать о том, как пользоваться учебниками в режиме онлайн, потому что проблема того, чтобы перейти из оффлайн-формата, когда у вас есть разрезульки, всякие методические штучки, и в онлайн-формат, всё это не заканчивается тем, чтобы освоить, например, Zoom, Skype или любую другую платформу. И много возникает вопросов, как адаптировать оффлайн-формат в онлайн-формат. И сегодня мне хотелось бы показать такую простую штуку, но для многих... У многих возникают вопросы, как показывать учебники вообще-то, если они у меня вот бумажные лежат, а как показать их в режиме онлайн. Первое, что хочется сказать, уважаемые коллеги, что очень много учебников есть уже в режиме онлайн, то есть вам не нужно ничего сканировать, фотографировать. Очень многие учебники выложены в бесплатном доступе, бесплатно. В сети нужно просто загуглить, это раз. Кстати, в своей группе ВКонтакте я также много выкладываю учебников, то есть то, чем я пользуюсь. Вот, собственно, моя группа ВКонтакте. Пожалуйста. И здесь прямо вы можете на стене группы пить там слово учебник. Учебник. Вот так. И здесь обратите внимание много-много чего. Вербицкая, Макмиллан. Дело в том, что вот эти все востребованные издания, они то появляются в сети, то на них права обладатели свои авторские права заявляют, их невозможно становится скачать. Поэтому все, что есть у меня, я стараюсь понемногу выкладывать. Вы, то есть, у меня уже можете много чего найти здесь полезного. И вот Мёрфи, пожалуйста, поскольку эти учебники стоят недешево. Если они у вас есть, это классно, именно в бумажном таком режиме. Ну, и все можно скачать онлайн, в том числе у меня в группе, как вариант. Далее. Все-таки давайте вернемся к тому, что мы будем показывать в Zoom. Есть несколько вариантов того, как вы можете показать учебник. Первый вариант. Если у вас только он в бумажном носителе, и об этом я расскажу сегодня. И второй вариант. Если он у вас есть в электронном виде. Начнем с первого, самого простого варианта. Смотрите. Дело в том, что... Ну, во-первых, начнем с того, что вы заходите в Zoom. То есть, ну, я здесь не буду заходить заново, с вашего позволения. Но здесь, в общем-то, вы нажимаете на эту оранжевую кнопочку. Я, кстати, уже рассказывала в своих видео про Zoom. Есть у меня видео, открытое на канале, о том, как работать в Zoom. Ну, самые базовые вещи. Как приглашать учеников на конференцию. Как все вообще начинать, включать и так далее. Сделать демонстрацию экрана. Но полная информация о том, как выйти в режим онлайн. У меня есть в моем курсе онлайн-репетитор. Подробную информацию об этом курсе. Я опубликую в описании к этому видео. Пожалуйста, пользуйтесь. И кому это будет актуально, можно будет прочитать информацию об этом курсе. Я рассказываю и о том, как вести соцсети, потому что это неотъемлемая часть работы онлайн. И о том, как самое главное вести уроки. Как адаптировать онлайн, оффлайн формат в онлайн. И также часть и материал выкладываю в бесплатный доступ. Конечно же, как сейчас. Итак, начнем. Рассмотрим первую ситуацию. Если мы скачали этот учебник, и он у нас есть в режиме онлайн. В таком случае мы с вами запускаем Zoom и запускаем демонстрацию экрана. Сейчас мы остановим демонстрацию экрана. Вот, обратите внимание. Это зеленая кнопочка. Да, вот, допустим, мы начали с вами урок. Нажимаем на демонстрацию экрана. И... И, и, и... Для начала... Вот у меня здесь в браузере открыт этот учебник. Дело в том, что на моем компьютере нет возможности смотреть PDF-файлы через программу Adobe Reader. И поэтому, если я скачиваю файлы, то он, в общем, они открываются в PDF в режиме онлайн в браузерах. Но в данном случае это Internet Explorer. Если у вас есть просто учебник любой, да, в формате PDF и у вас есть Adobe Reader, то вы просто ищите этот файл у себя, запускаете его. Ну, вот тут у меня PDF, обратите внимание, просто сразу открывает, конечно, здесь его. Именно в браузере, поэтому ничего не могу поделать. Но вы можете просто кликнуть на иконку PDF файла. Откроется у вас этот файл, и вы просто включите необходимую демонстрацию экрана. Обратите внимание, еще раз я нажимаю на демонстрацию экрана. И здесь возникают те окошки, которые есть. То есть, если вы только открыли свой учебник, то обязательно среди окошек здесь появится PDF. Вот и папку можно открыть, и браузер, обратите внимание, все, что я уже недавно открывала, у меня есть. Мне нужен в данном случае вот этот слайд, вот здесь, потому что это Internet Explorer. Обратите внимание. Так, куда же я наделась? Вернодская. Становите. Так, еще раз сейчас попробуем. Почему-то меня перестает показывать. Давайте мы с вами попробуем, может быть, Ну вот, пошли в полноэкранный режим. И возвращаемся. Как-то не хочет он меня показывать. Почему ты меня не хочешь показывать, друг? Ну ладно. В общем-то, это мне все равно не устроит, поэтому мы, наверное, завершим эту конференцию. Так, или сделаем. Смещать, оптимизировать. Так, сейчас еще раз, еще одна попытка. Оп, здесь появилась. А если мы сделаем другую демонстрацию экрана? Вот это все прекрасно. Ура! Ура! Итак, дорогие друзья, напомню, что мы с вами рассматриваем ситуацию, если у нас есть в электронном формате наши книги. Ну, к примеру, вот у нас такого формата учебник, и мы проходим юниты, вот как обычно. Или готовимся к ЕГЭ, не готовимся к ЕГЭ. То в данном случае вы делаете такую демонстрацию экрана, и вы можете пользоваться, обратите внимание, здесь есть такое вот меню. Я нажимаю на значок «Комментировать», где карандашик. И здесь вы можете ученику указывать. Вот сейчас выполняем с тобой первое задание. Ну, в общем-то, и все. И здесь вы продолжаете занятие. Если нужно очистить, то вот здесь очистить, например, все рисунки, или можно было пользоваться ластиком. Далее вы нажимаете на мышку, листаете вниз, ищите необходимую информацию. Если у вас есть в электронном режиме аудиофайлы, аудиофайлы, также вы спокойно их запускаете и слушаете совместно с учеником. Аудиофайлы, видеофайлы, все это абсолютно доступно. То есть с помощью демонстрации экрана. Второй случай, если у нас есть исключительно бумажный учебник, бумажный учебник, и его нет нигде в доступе в сети, что мы с вами в этом случае делаем. Сейчас я покажу. Возвращаемся сюда в браузер. И мы с вами ищем Google Презентации. Я пользуюсь Google Презентацией. Как вам будет удобно. Классный инструмент. Google Презентации онлайн. Ищите. Первая ссылка. Вот она буквально. Если вы пользовались PowerPoint, то не будет сложности использовать. Кстати, вы можете пользоваться в принципе и PowerPoint. Это вообще без разницы. Я пользуюсь просто Презентацией Google. Кстати, о том, как создать Google Презентацию, у меня есть отдельное видео. Пожалуйста, поищите в плейлисте для преподавателей. Мы нажимаем на плюсик. Вот сюда. И делаем нашу презентацию. Вот здесь добавляйте слайд. Бла-бла-бла. Подробно. Все подробно о том, как создать презентацию. У меня есть отдельное видео. Я, пожалуй, даже добавлю его в описании к видео, чтобы вы могли посмотреть. С вашего позволения, я не буду вставать новую презентацию. Я прямо зайду в свою старую, которую я делала для своих учеников. Здесь уже прямо у меня логотип есть. Прекрасный. Вот он, наш чистый файл. Чистый слайд. Что мы с вами будем делать? На самом деле, вот обратите внимание, вот это я сделала здесь. Все просто. У меня есть учебники, которые также есть только в бумажном носителе. И я просто пользуюсь телефоном. Просто включаю камеру и фотографирую нужный мне слайд. Ну вот так, как я это здесь делала. Видите, что это бумажный носитель абсолютно, сфотографированный мной. То есть вот там, допустим, какой-то учебник. Я его фотографирую. Далее, эту фотографию я отсылаю себе вот так прям примитивно, извините, но вот так прям вот рассказывать на почту. Себе же добавляю эти фотографии. И здесь уже с компьютера я могу зайти на почту к себе, на имейл, открыть фотографии. Мейл, бла-бла-бла. Открыть фотографии в своем письме. Я тут недавно отправляла. Вот мы зашли. Вот как будто бы отправили себе фото. Очень хорошо. Ну я тут. Вот, например. Фотографии. Ну, к примеру, да. Вы их скачиваете себе на компьютер и сюда загружаете, соответственно. То есть когда у вас оказалась картинка на компьютере, то вы спокойно берете ее из папки. Давайте, раз уж мы так все на простом уровне. Но я думаю, что для многих это не так уж и просто, поэтому позвольте я все-таки покажу. Конечно, для тех, у кого с этим нет проблем. Это один момент. Так. Ну, здесь, кстати, мы можем пользоваться вот вставкой. Обратите внимание. Вставка. Изображение. Загрузить с компьютера. И, пожалуйста, я захожу в загрузки. Вот у меня, кстати, мои фотографии, собственно, которые я себе скачивала. О, нет, это будет не совсем удобно. Да, видите. Давайте еще раз вставка. Изображение загрузить с компьютера. Можно и в интернете было бы посмотреть. Ну, в общем, как-то так. Например. А, ну, скорее всего, скриншоты. Учебник. Ну, вот, например, какие-то задания. Вот, пожалуйста, я также сделала фотографии. На данном случае это скриншот. Но без разницы. Вставляете. И здесь вы таким же образом просто нажимаете на просмотр. И продолжаете работу с учеником. Опять же, вы можете здесь что-то рисовать. Как я прямо развернула. Так. Например. Вот, обратите внимание. Здесь вот это вот что. И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. И, пожалуйста, вы спокойно также работаете с учебником. Да, это такие простые вещи. Я бы даже сказала элементарные. Но я думаю, что для многих преподавателей эти простые вещи кажутся не совсем простыми. Надеюсь, что своим мини-уроком я показала, как на самом деле просто и незатейливо можно показать учебник вашему ученику. Напомню, что у меня есть полный курс онлайн-репетитор для тех коллег, которые решили начать работать онлайн. Перейти из офлайн-формата в онлайн. Также ко мне коллеги иногда обращаются и просят провести с ними онлайн-консультацию и рассказать, что к чему. Вот прям потому, что не всегда даже хватает видео. Видео-урока об этом вы тоже можете мне написать в соцсетях. Такое тоже возможно. Так что и буду стараться выкладывать, конечно же, какие-то лайфхаки и в бесплатный доступ. Ну, в общем-то, все, что хотела вам рассказать. Так что, коллеги, дерзайте. У каждого может все получиться. Уверена в этом. Каждый преподаватель может с легкостью научиться и начать работать онлайн. Всем спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк этому видео. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях и комментируйте. Только пишите хорошие, пожалуйста, вещи. Подписывайтесь на канал и рассказывайте об этом ресурсе своим друзьям, коллегам. И пишите ваши вопросы в комментариях. Я также могу их осветить в видео. Так что, всем до свидания. See you, see you. Bye.